Садится или не садится в автобус? Довезет он нас или не довезет до нужной нам точки? Такие вопросы пассажирам приходится решать ежедневно, стоя на автобусных остановках. Очередной рейд управления дорожной полицией вновь доказал, что пассажироперевозчики так и не научились заботиться о своих клиентах. Сергей Высокосов рассказывает. Статистика показывает, что большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит по вине водителей автобусов и маршруток. Когда разные пассажироперевозчики получали право обслуживать те или иные маршруты, подразумевалось, что конкурентная среда заставит их повысить качество предоставляемой услуги. Но этого явно не получилось. Движущей силой для многих перевозчиков остается только прибыль. И не важно, каким способом ее получить. Главное – запихнуть в салон автобуса лишний полтинник. А как доедет или не доедет пассажир до нужной остановки, никого не волнует, кроме самого пассажира. Почему нас сейчас высадили, а деньги не выращивают? И мы не доехали. Почему это так? Пост ГАИ остановил автобус 31 маршрута за явно непрезентабельный вид. Состояние машины не соответствует никаким техническим стандартам. Решение принимается на месте – снять с рейса автобус. Пассажиры, естественно, возмущены, но лучше направить негодование в адрес руководителя предприятия. Давайте представим на миг, что к вам приехало такси, и по ошибке не одно, а несколько, штук 3-4. В какое такси вы сядете? Ну, наверное, вы выберете, что поновее, что получше, что покрасивее. А почему же мы садимся в самый грязный, в самый замызганный автобус и не стесняемся этого? От рассуждений переходим к конкретике. У очередного остановленного автобуса нет крепежной гайки на заднем колесе. Не надо объяснять, чем это может обернуться. Каждый пассажир, кроме обязанности оплатить проезд, имеет право получить качественную услугу. Вот сколько раз уже повышали плату за проезд. А качество так и остается в зачаточном состоянии. Водители даже курят во время движения, не обращая внимания на пассажиров. Водителям автобуса запрещается курение. Если такие факты будут, большая просьба пассажирам на это обращать большое внимание. Можете сообщить дорожную полицию, и к ним будут приняты меры административного воздействия. Проблему безопасной и качественной перевозки пассажиров не смогут решить только представители дорожной полиции. Это задача и исполнительной власти. Время увещеваний и объяснений давно прошло. В области у нас идет рост ДТП в целом по сравнению с прошлым годом, по всем трем показателям. То есть по количеству ДТП, по количеству погибших, по количеству раненых ДТП. В связи с этим, значит, нами было принято такое решение отработать по городу Караганде, Тимиртау и во всех городах области данное мероприятие провести. Цель и задача данного мероприятия, то есть пресечение грубых нарушений со стороны пассажиров и перевозчиков. К сожалению, сегодняшним пассажирам приходится только мечтать о том времени, когда они смогут выбирать общественный транспорт и с комфортом совершать нужную поездку. Сергей Високосов, 1-й Карагандинский.